Не просто работа, призвание. Желание стать воспитателем у Марины Федоровой появилось еще в школе. А после окончания педагогического института мечта обучать детишек только укрепилась. И вот уже 19 лет, как она с особым трепетом и большой любовью ведет занятия для дошколят. Педагог начального образования преподает родную речь в Саранском детском саду номер 5. Признается, вызвать интерес у детей к родному языку совсем несложно. Это для них новое. Им всем охота и интересно что-то узнать. Язык, жизнь мордовского народа, про свой город. Огромная любовь к детям, профессии, родному краю. Вот что побудило Марину Федорову стать участницей всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Сначала она успешно прошла заочный этап, представила свою видеовизитку. Очная часть состязаний проходила во Владикавказе. Там нужно было продемонстрировать свои профессиональные умения. С этим заданием воспитатель из Саранска тоже справилась на отлично. У Марины Николаевны ее авторская программа, которая имеет лицензию, имеет авторские разработки. Программа написана ей самой. И вот именно в этом конкурсе применялись ее авторские разработки педагогические. И она делилась с другими педагогами других республик своими находками педагогическими. По результатам конкурсных испытаний экспертная комиссия высоко оценила профессиональное мастерство Марины Федоровой. Она стала призером всероссийского конкурса и заняла второе место в номинации «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста». Маленька Марина учит нас разговаривать на мордовский язык. А тебе нравится учить мордовский язык? Угу. Она действительно на своем месте. Коллеги отмечают искреннее и внимательное отношение к детям, трудолюбие, честность, дисциплинированность Марины Федоровой. А дети тянутся к своей воспитательнице. Сабрина. И вот так вот. Ой, какая ты молодец, Злата. И сделаем замочек. Руки на пояс у всех. А ну, а потом пойти ножкой. Сама воспитатель уверена, именно любовь и уважение к детям главное в ее профессии. Малыши у нее очень любознательные и умненькие. Для них она очень близка. И нередко крохи называют ее мамой. Вот даже с утра, начинается утро. И дети бегут к тебе. Бегут, здороваются, берут за руку, обнимают. Разве это несчастье? Кристина Стомина, Яна Кудашкина, Дмитрий Малахов. Народные новости.